Могу не сказать чуть-чуть о том, откуда родился этот проект и зачем он нужен. В прошлом году Ремьера уже проводила подобное мероприятие, это цикл бесплатных метапов, на котором мы, по сути, раскладываем деятельность IT-компании от момента создания стартапа до, по сути, уже такого логичного завершения, выхода из бизнеса или продажи части доли инвесторов. Сегодня у нас второе мероприятие, мы поговорим о продовольных отношениях. Неделю назад мы вместе с аудиторией создали компанию, оформили все легально, подписали все необходимые документы. Сегодня мы устраиваем отношения с персоналом. Почему, в принципе, мы делимся этой информацией? Потому что у нас очень богатый опыт. В Ремьере, как минимум, 15 юристов, работающих с IT-бизнесом, у нас очень много вопросов, которые к нам всегда выступают, и мы готовы всегда эти делиться. Тут также очень признательный Альфа-банк, который уже второй год поддержал наш Ремьер. Благодаря нему мы можем собираться в таких больших аудиториях. Ну, а сейчас хочу пригласить на сцену мою коллегу Дарью Ермак. Дарья начнет наше мероприятие и ей слово. Всем добрый день. Всех рада сегодня здесь приветствовать. Меня зовут Альфа Ермак. Я юристов, который родился в картике «Ревера». В том числе я занимаюсь литовыми вопросами в своей картике. Поэтому будем рады сегодня поделиться какими-то интересными, полезными, надеюсь, для вас штуками новыми, да? А на принципе какие-то вещи, которые, может быть, вам при неизвестны. Вообще оценить, какой есть сейчас масштаб, как можно развернуться в трудовых отношениях, что нужно учитывать в генамии. И поэтому буду рада сегодня быть вам полезной. Ну что ж, начнем. Как-то реклазно уже по-английски социалом в первой части. И начнем мы с первой части, чтобы учитывать вообще в генамии. В первую очередь, на что бы хотелось обратить внимание, это такое условие в трудовых договорах, как ненадмирный рабочий день. Я думаю, что вы сталкивались с ним, с таким условием. И мы по нему немножко поговорим, его базовые вещи. Вообще, что такое ненадмирный рабочий день? Это такой режим работы, когда работа, может эпизодически подчеркнуть, с бедом отнимателя, по собственной или инициативе, либо по предложению нанимателя, это предложение может быть писанным, либо устным, приобретаться к работе, которая, так называемая, за рамками рабочего времени находится работник. Вы можете видеть ключевые вещи. Первое. Это работник управляет свои, именно свои трудовые обязанности. Потому что, если будет призвано, что за рамками своего рабочего времени и рабочих обязанностей, которые не включаются в его трудовую функцию, то это может быть квалифицировано как сверхурочная работа. Вот это важно. Эпизодичность подчеркнуть. То есть и вы, как работник, либо вы, как наниматель, и вторая сторона должны понимать, что вообще такое эпизодичность. В поводах андетских нигде прямо не прописано, что нанимается под этим термином. То есть, в принципе, все, наверное, строится на ваших бедовой области и на вашем, в общем, понимании с работником, что это может быть. По моему мнению, эпизодично это не значит, что там больше половины недель. То есть, допустим, два раза в неделю это, в принципе, уже может быть вписано эпизодичностью. Как я уже сказала, основания могут быть разные. То есть это либо письменное, либо узное распоряжение предложения нанимателя, либо собственная инициатива работника с этого нанимателя. Массовое отличие от сверхурочных работ, потому что это такие контрастные понятия, если у вас договори нету режима наниматированного рабочего дня, вся переработка автоматически квалифицируется в сверхурочной работе. Это важно понимать. Самое, наверное, такое тоже из самых позиций в этом режиме работы, это то, что денежная компенсация не предоставляется. Сказать, что несмотря на то, что компенсируется это в представлении дополнительных дней отпуска, заглядывается, что при этом ограничивать максимальный видел этого отпуска, который может быть вставить на работнику, то есть до 7 календарных дней может быть вставить дополнительный отпуск на работнику. При этом в сверхурочной работе таких опций нет. Такая работа, в принципе, она оплачивается, она оплачивается дополнительно, и есть строгие пределы того, сколько можно вообще понять такую работа, максимально с 8 часов в год, 10 часов в неделю, то есть здесь работники, в принципе, понимают, что есть какие-то границы, да, не на первом рабочем деле, а на каких границ строк не установлены. Важно то, что помните, когда приписываете эту строку в договоре, кому нельзя установить или мирный рабочий день. Этот перечислен в трудом и кондексе прямо просто проверяемся на всякий случай перед каждым случаем этого договора, чтобы ваш работник принимал на работу и не соответствовал вот этим вот позициям. То есть не был совместителем, не был работником с другим рабочим днем и так далее, в принципе. Дальше пару слов скажу про испытательность. И базовые вещи, которые тоже можно узнать, когда вы его узнаете для работника. Во-первых, это период, когда наниматель может, в принципе, оценить, да, насколько работник ему подходит. Важно при этом, что работник тоже присматривает свой период к нанимателю. И работник может сказать по сечению трех месяцев, что я не хочу с вами продолжать отношения, и, в принципе, на этом сторону могут и разойтись. Но если инициатива разношения трудовых отношений будет сходить от нанимателя, да, то тогда наниматель должен четко и строго объяснить, почему конкретно этот работник не соответствовал тем определенным требованиям. Более подробно о процессе доказания расскажет моя коллега в блоке продуктовые скорые и направляя документы при таком режиме работы. Еще много вопросов. В практике мы получаем о том, можно ли установить такой режим при переводе, да, в переводе, когда, например, у вас работник, сместитель, директор, либо там в каком-то направлении, и вы его думаете, если он должен, допустим, даже директора. И возникает вопрос, сейчас у трудового кодекса прямо не читается, можно ли при временном при внутреннем переводе, прошу прощения, установить, придется испытать на свидание. Так вот, важно знать, что можно его установить только при приеме на работу, можно установить только при соглашении, по соглашению, то есть подписывая договор, если работник с этим не согласен, то и вы не получили согласие на это работникам, не сможете включить такие условия в трудового договора с ним. И, конечно, как и по всем таким интересным режимам, мы видим на рабочий день вот директора испытания нужно оценить, кому можно, кому нельзя вообще его остановить, потому что есть категория, кому нельзя его останавливать. Прекращение трудового договора на этом основании, это отдельное основание увольнения работника, это нужно помнить как работнику и один анимателю, как я уже говорила, здесь есть особенности о том, кто что должен доказать, если выходит в работник, в принципе, он не должен объяснять причину своего ухода. Соблюдение социальной процедуры уведомления социальной работы до этого дня до выпрещения отношений к письменной форме и детальное образнование, если эта инцидентура происходит со стороны на анимате, почему конкретно работник не оброшел свое предварительное испытание. Тоже здесь я выглядела на слайд перечи работников, кому нельзя установить предварительное испытание, можете с ним ознакомиться и тоже просто помнить для себя, когда его нельзя установить. Дальше с вами поговорим немножко про отпуска. Часто в своей практике столкнусь с такими вопросами, когда мы сами тоже понимаем, что, в принципе, это реальность ситуации, когда автоматик понимает, что в силу рабочих процессов отпустить работника на две недели в отпуск достаточно затруднительно. То есть, в принципе, работник может в это время разрабатывать какие-то программы, есть срочные проекты. И наниматель сам понимает, что две недели может выпить работника из процесса. И работник, в принципе, готов взять, допустим, три дня отпуска, и ему будет достаточно для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы переключиться. И к нам приходят такие запросы вообще оценить риски того, если, ну, предлагают, например, наш клиент, такой вариант, да, отпусков. То есть, работник пишет заявление на отпуск, на весь положенный ему срок, да, условно, вот именно формально, на бумаге, да, вот я не побоюсь этого слова, пишет полностью заявление на весь срок. Когда приходит время и стороны договорей, что они отпускают друг друга, по формальному этому отпуску работник по бумагам уходит его в отпуск, то есть, пишется заявление, уплачивается в компенсации за отпуск, отпускные, и формально работник гуляет в отпуск. Да, весь отпуск, когда он отгулял до клиента, стороны понимают, что работник входит по это время на работу. И дальше формальный отпуск отгулян, да, и потом наступает время реального прохождения отпуска. То есть, дальше работник со своими посетителями начинает договариваться, согласовывать, когда я возьму два дня, когда я возьму один день, когда я возьму три дня. То есть, в принципе, для работника это суперусловие, потому что он сможет все себе правильно испаняться, две недели ему не надо, чтобы отдыхать, допустим, да, и нанимателю этим же хорошо, потому что он понимает, что он не отрывает работника на две недели. Так вот, получается, когда работник отгулял нормально в отпуск, он его начинает отгуливать реально, при этом по бумагам он в отпуске не находится. И в таком случае нас просят оценить вообще риски, да, такого варианта. И что при таком варианте важно соблюдать нанимать и учитывать, какая может быть ответственность. И вот хотим поделиться с вами такими вот вещами, на которые важно обращать внимание. Смотрите, я все риски, наверное, затронуть не смогу, потому что, когда мы над этим вопросом работали, их было достаточно много. То есть, в жизни и нанимателя мы понимаем, что рисков может быть много. Я здесь такие акцентирую, наверное, наиболее существенные. Первое, это все, что актуально для разработчиков, это все, что связано с IP. Вы видите, да, первый риск, право на объекты IP, создан в период отпуска. Тут тоже такая спорная ситуация, на самом деле, вроде бы, как работник находится в формальном отпуске, но при этом и на работе. Он создает какие-то объекты, он создает какие-то вещи, которые потом, в принципе, переходят в собственность наниматься, так и в служебное произведение. Но при этом есть такая позиция, что это должно быть на рабочем компьютере, на рабочем месте, по заданию нанимателю, со служебным заданием, с передачей нанимателем, своих результатов выполненных работ. То есть здесь уже больше такая порядок вот этой вот передачи объектов, созданных IP, но вообще риск того, что работник формально, в принципе, находился в отпуске в это время, но билетом работал, риск такой существует. Должны стороны это понимать, что работник может попытаться это освоить. Но здесь уже другой вопрос будет процесс доказывания и процесс того, как нанимать у себя, подстраховать в таком случае, оформлять те же служебные задания, которые мы всегда рекомендуем оформлять и иметь при себе вот это вот в принципе подтверждение того, что работнику было дано задание, и он строго на основании задания внимательства выполнял какую-то свою трудовую функцию. Дальше скажу про риски, которые касаются полнотериализации его такой, как это сказать, по-книжному, исполнительской функции, исполнительской дисциплины. То есть, допустим, у вас такой работник, это какой-то руководитель отдела и руководитель проекта, у него есть подчиненный. Когда он в принципе формально в отпуске, здесь возникает вопрос, сколько его распоряжения, как работника, в период, когда он формально находится в отпуске, они реальны, насколько они должны быть исполнены его подчиненными. То есть, в принципе, вроде бы он формально в отпуске, соответственно, к нему, наверное, нельзя в имени дисциплинатное взыскание, потому что иначе его нужно тогда отзывать из отпуска, оформлять то, что, например, что-то случилось не так, он нарушил трудовую исполнительскую дисциплину, привлекать его в дисциплинарную ответственность и прочее, прочее. То же самое, если вот он руководитель, у него есть подчиненный, и он видит, что, например, есть какая-то проблемный вопрос, случилась ситуация, когда, ну да, есть дисциплинарное взыскание к работе. И он понимает, что такой руководитель не может приюбить своего подчиненного формально, потому что к ответственности какой-то дисциплинарной, потому что он находится в отпуске, а отпуск сам по себе подразумевает, что стороны освобождены, то есть работник освобожден, который находится в отпуске, он освобожден от исполнения своих трудовых обязанностей, он их не исполняет. Ну и помимо вот этих рисков, там еще риски денежного характера, в зависимости от того, когда какая выплата производится, то есть работник иногда может потерять вот в этих границах. Ну и конечно репутационный риск компании никто не исключает, что работник, даже прекратив свои трудовые отношения, может спустя какое-то время распроизвать информацию, либо просто в какой-то информальной беседе, что вот у нас такая система была. И, наверное, не совсем это здорово с точки зрения репутации самой компании на анимации, который такой вот вариант с работниками согласовывал и устанавливал. Но с таким механизмом, в принципе, наверное, можно закладать через установление режима коммерческой тайны. Мы про это подробнее вам расскажем на коллеге в следующем вопросе, поэтому тут уже более подробно это затрагивать не буду. То есть в целом, вот думая, может быть, где-то там у себя, да, в голове возможность установить такой вот вариант использования отпуска, вы должны понимать все риски, которые в том числе для нанимателя могут возникнуть. И, конечно, риски, которые возникают, конечно, больше риск для нанимателя, но и в том числе для работников. И вот в таком варианте наш клиент тоже понимает, что вот, допустим, уже есть коллективный договор, да, в котором противоможно избежать с такой вещью, когда мы можем поделить отпуск больше, чем на две части. То есть общее правило у нас по трудовому кодекса, это трудовой отпуск присоединяется целиком, допустим, там минимум 24 календарных дня, либо по договоренности между работниками и нанимацией может быть разделено на две части. При этом императивные нормы трудового кодекса устанавливают, что одна из частей отпуска не может быть сменчить 14 календарных дней. И там есть такая оговорка, если ноги остановлены коллективным договором с соглашением. И наниматели предполагают, когда грозят нас вот подвод над вариантами, которые здесь могут быть, что в коллективном договоре можно предусмотреть, что части отпуска может быть там хоть 10, да. Но на самом деле практика очень разная, и специалисты там Минтруда на спецконференциях и в принципе по аналитике, по тому, как они комментируют вообще применение этой нормы, вообще здесь разные позиции. Как будто бы вот это предусмотрено иное, это значит, что иное, значит отпуск вообще не делим, потому что будто бы это гарантия работника на то, что работник будет весь свой отпуск отдыхать, полностью отключиться от работы и восстановить свою работоспособность, так сказать. Но есть и такая хорошая половина мнений тоже, которые считают, что в принципе коллективным договором с соглашением можно отпуск разделить на более чем две части, на три, на четыре и так далее. При этом тоже вы должны помнить, что в любом случае должно соблюдаться, даже в коллективном договоре должно соблюдаться такое правило, что одна из частей отпуска не должна быть менее 14 календарных дней. Ну и тоже, вариант с коллективным договором, здесь есть особенности. Это не просто такое соглашение, в котором подписываются письма не в корне с нанимацией. Коллективный договор, это во-первых, со стороны работников его подписывает представительный орган работников. То есть предполагается, что вы создаете профсоюз. Если вы создаете в организации профсоюз, возникают тоже у нами вопросы о том, что многие вещи в трудовом кодексе, если у вас создан профсоюз, согласовываются с профсоюзом. Соответственно, вы понимаете, что, наверное, во-первых, а, это затраты на документальное формирование создания этого представительного органа работников, потому что работник каждый от себя, и, соответственно, коллективный договор в понимании нашего ДК сейчас не сможет. Соответственно, должен быть представительный орган от работников установлен срок, но, в принципе, ладно, срок, наверное, не настолько какой-то критичный момент. Но еще обязательная вещь, что коллективный договор, он подлежит обязательной регистрации в исполнительных органах. То есть, соответственно, вы еще должны его подготовить, учить права работников, права нанимателей, не нарушить права работников, потому что локальные акты, которые нарушают права работников, признаются недействительными. И потом еще отнести его по процедуре зарегистрировать в исполнительный орган. То есть, в принципе, нужно, наверное, всегда быть думанным таким вариантом, оценить за и против, оценить издержки на такой вариант. И понятно, сможете ли вы избежать той ситуации, которая у вас возникла с отпусками, через такой инструмент, как коллективный договор. Дальше, наверное, мы с вами поговорим немножко о надобной работе. Это тоже очень широко обсуждаемая тема и очень распространенная сейчас. Все, конечно, в курсе. Я подразумеваю, что у нас будет сейчас надобная работа. Мы часто на своих сентябрах тоже концентрагиваем эту тему. Сейчас пару слов я тоже скажу по поводу надобной работы, и потом, главное, перейду к дистанцию этой работы. Сейчас в ТК сформулирована норма о том, что у нас есть только надобная работа. Надобная работа, понятно, что на норму, либо в иных помещениях, вне местонахождения нанимателя. То есть, вы в договоре вправе определить вообще любое место, которое не соответствует юридическому адресу нанимателя, где находится наниматель. Но из этого существуют определенные, я не знаю, даже ограничения, потому что мы сталкивались с несколькими разъяснениями Минтруда, и государственных органов на этот счет о том, что надобная работа, в том, как она сейчас формулирована в ТК, якобы она допускается только если работник заключил с вами трудовой договор и трусится на территории Республики Беларусь. Тут тоже достаточно такая скорная позиция, потому что мы тоже не совсем согласны с мнением Минтруда, но обосновывается это тем, что якобы наниматель может обеспечить трудовую исполнительскую дисциплину, в том числе меры по охране труда работника, только того работника, который находится сейчас на территории Республики Беларусь. То есть, с другой стороны, мы сами понимаем, что, например, если работник находится за 200 километров в Беларуси, наниматель можно обеспечить, а если работник находится за 200 километров, и он уже за границей, допустим, Российской Федерации, где-то по приграничной, так сказать, территории, то наниматель как будто бы уже не может обеспечить эти меры по охране труда и для того, чтобы соблюдалась какая-то там безопасность на территории работника, где он работает. Оформление работника-надомника на самом деле ничем не отличается от обычного работника, потому что в любом случае заключается письменный трудовой договор, это может быть контракт, это может быть договор бессрочный. Единственное, что присмотрятся некоторые дополнительные обязательства в таком договоре, во-первых, это вы потеряете место, но тем самым вы потеряете, что договор является договором синодомов, там, место, где будет работать работник. Дальше вы сглавливаете, как вы будете с работником общаться, понятно, что вы к нему не можете идти каждый день, каждую минуту, да, и попросить его какую-то там маленькую встречу, тет-а-тет, да, о том, какие у него сейчас проекты в работе, например, чем он сейчас занимается. Но в этом договоре вы можете предусмотреть что-нибудь, да, созваниваться через конфескод какой-нибудь и предусмотреть очевидность вот таких вот контролей, так сказать, работника. И в трудовом договоре очень важно, как бы, в трудовом кодусе сейчас прямо не предусмотрено, но установить порядок того, кто какой использует вообще имущество, если работник использует свое имущество, либо он использует, потому что нанимателя, то предусмотреть, кто в каком случае комментирует расходы на использовании этого имущества. Сейчас, если работник использует свой компьютер, например, свои средства для работы, то наниматель должен комментировать их износ и амортизация, да, но в какой части комментировать, трудовой кодус должен договорить, то есть, в принципе, вы можете с работником договориться, что вы комментируете какую-то часть, какой-то процент от его затрат на использование своих вещей, в том числе, что интересно, что может даже комментироваться электроэнергия, но, в принципе, наверное, это здраво, это же мысль о том, что работник сидит у себя дома и использует свои вещи, да? Смотрите, тут тоже ваша, на самом деле, как сказать, ваша договоренность с работником, потому что работник может вам предоставлять какие-то там питанцы, я вы платите, да, и вы установите в договоре, что он нанимается и комментирует, допустим, 5% либо 3% от, я не знаю, затраченного тарифа на электроэнергию. Здесь вообще никакого правила не стоит, вы можете договориться об этом сами, как вам будет уровень. Вы проговариваете, сколько будет у вас, примерно, может, представить, какие могут быть издержки, да, и договориться с работником об этом свободно, никто вам не ограничен, наоборот, это будет только плюс, что вы вообще это оплачиваете и в какой-то степени комментируете, потому что обязанность комментирует только те вещи, которые работник использует именно как свои, да, домашний компьютер, допустим, а уже все остальное – это в рамках договоренности между работником и нанимателем. Такого правила, ну, четкого нет. То есть, пока чей тариф уплатится, он прямо не указан, поэтому я думаю, что здесь вы можете исходить с того, как, в принципе, на этом вы договорились. Здесь я привела пример формулировки для другого договора о том, как формулировать это условие компенсации. Ну, то есть, в принципе, вы ничем здесь не ограничены, и можете, как я уже сказала, договариваться, объявлять это по соглашению с свободником. Но в то же время, если даже в другом договоре не будет происходить, именно какие документы должен работник предоставить, чтобы убедить свои результаты, наниматель не сможет их потребовать, но с другой стороны должен будет компенсировать затраты в том размере, который указан на такой. Поэтому очень важно неформально подходить к заключению такого договора и прямо понимать, что да, у работника будут затраты, да, работник будет использовать свою энергию, да, работник, электроэнергию в смысле, да, работник будет использовать там свои средства, свой компьютер и так далее. То есть, какие части вы обязательно комментируете, все остальное четко предусматриваете, ни о чем не забываете о том, чтобы ничего не вспользнуло потом, и не в этих ситуациях, когда вам пришлось компенсировать в вашем размере, чем вы могли бы это предусмотреть в трудовом договоре с работником. Это что касалось дистанционной работы, да, сейчас. Дистанционная работа, в свою очередь, не отменяет надумную работу, и с введением в трудовой кодекс она просто дополняет его этим разделом, и в этом разделе будет присмотрен именно порядок работы работникам в рамках дистанционного характера. То есть, как вы можете видеть дистанционной работы, будет считаться выполнение трудовой функции с использованием информационных и дистанционных технологий. То есть, в принципе, мы, наверное, сами понимаем, что надобная работа, как она есть сейчас, она, в принципе, в какой-то степени сейчас подменяет вот эту дистанционную работу, которая будет сформулирована отдельно. То же самое нахождение работника вне местонахождения нанимателя, но вот мы полагаем, что введение дистанционной работы позволит не обязательно привязываться к какому-то месту, что вы прописываете в договоре, что место работы работника, например, его квартира, участку дома, либо иное место вне местонахождения нанимателя с четким указанием, что это за место, а в дистанционном характере работы работник сможет, в принципе, наверное, перемещаться, менять свою локацию, в то же время не менять это, не подвинять это тем, что у вас как будто усказывается служебная командировка или что-то иное, но быть более мобильным и в то же время с легальным оформлением трудовых отношений и без каких-либо нарушений трудового законодательства. Что будет включено в особенности дистанционного труда? Чего нету сейчас, да, именно что касается анатомной работы. Сейчас не говорится о том, что работник должен обязательно присутствовать в связи с включением трудового договора о надобной работе, но это при море признается так, потому что, в принципе, применяется общий порядок приема на работу. Для дистанционных работников, предусмевая, что они находятся удаленно, прямо будет указано, что работник должен лично приехать хотя бы вот раз с нанимателем, познакомиться и подписать трудовой договор с нанимателем лично. Дальше сейчас уже есть текст этой главы, которая будет в нам в трудовом кодексе, в новой редакте трудового кодекса, о том, что осуществляется между работником и нанимателем обмен электронными документами. При этом раньше, наверное, возникал вопрос о том, что это будет за электронные документы. Вообще применяется здесь электронная справа подпись, или электронным документом является просто пересылка электронного текста, или там в скангобии подписан нанимателем. Сейчас четко дается ссылка на электронный документ, по ссылке мы переходим на законы в электронном документе, электронному документообороте, который будет предусматривать, что, в принципе, у вас электронный документ это только документ, который подписан электронной цифровой подписью работника. Но при этом, где нужна именно подпись работника настоящая, при этом предусмотрена и обмен файлами с текстами этих документов. То есть, в принципе, вы менялись файлами электронными с текстами документов, Могли подписать, допустим, даже в скане с последующим, не позднее двух рабочих дней, если я правильно помню, обменом оригиналами, обязательно обменом оригиналами. То есть вы отправляете тогда работник, работник отправляет вам, заказанный весь он с удовлением о вручении того же приказа, допустим, да, либо дополнительного соглашения о контракте к трудовому договору. И вот таким образом будут оформляться именно какие-то документы, которые требуют личной подписи работника. Но при этом важно понимать, что если вы выбираете первый путь про обмен электронными документами, то тогда у работника должна быть электронная цифровая подпись. В то же время еще для дистанционного труда, который будет в новой редакции трудового кодекса, вы осматриваете особенный порядок сроки обеспечения работников, необходимым для них программным обеспечением, средствами и прочим-прочим. То есть, в принципе, это уже тоже коррегирует с надобной работой, потому что вы обязаны каким-то образом работать.